Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Тазри. В ней Всевышний повелевает Мошеробейну соблюдать законы о роженице. Если женщина зачнет и родит дитя мужского пола, нечисто будет 7 дней. Вайкра 12.2. Статистически показано, что по мере роста благосостояния в определенных слоях общества, дорогие друзья, рождаемость в них, к сожалению, снижается. По некой непонятной нам причине многие люди в этом обществе хотят сохранить свой достаток, не тратя денег на выращивание и обучение детей. Также здесь обсуждается в нашей недельной главе феномен цараат. Это недуг наводился Всевышним на человека по разным причинам, но в основном в наказании за злые сплетни и клевету. Согласно предписаниям Торы, дорогие друзья, пораженный цараат, человек или предмет должен был изолирован, пока не пройдут симптомы, ибо в результате неподобающего поведения этого человека его покинуло присутствие Всевышнего. Поэтому его высылают за пределы лагеря и заставляют пребывать в одиночестве, пока не исправится. Нам также известно, что цель любого наказания Торы – это не причинение страданий грешнику, но механизм, посредством которого он может исправиться и встать на правильный путь. Каким же образом высылка из лагеря помогает человеку осознать свою роль и цель в жизни? Как он придет к этому пониманию? Давайте попробуем разобраться. Когда ребенок плохо себя ведет, его бывает необходимо удалить из комнат или класса, чтобы он, так сказать, проветрился, задумывался о своем поведении. Так он сможет осознать, что он сделал плохо и перед кем ему следует извиниться. Ему также необходимо подумать в целом о жизни, о своем направлении, куда ему дальше идти. Но это возможно только тогда, когда он один, когда никто и ничто его не отвлекает. Только тогда, когда не с кем говорить и не на ком заострить внимание, человек может сосредоточиться на самому себе и попытаться ответить на вопросы. Почему я был создан? Чего я добился в этой жизни? В чем моя цель? Почему я удостоился чести быть выбранным? Что это значит? Как это отражается на моем поведении? Чего я в конечном итоге достигну? Какие духовные достижения возьму с собой? Когда покину этот мир? Если мы вернемся в нашу недельную главу, где сказано, что новорожденный мальчик должен пройти обряд бритмила, обрезание на восьмой день своей жизни, то мы увидим, что затем женщине следует погрузиться в воды миквы и очистить себя. В последующие 33 дня, когда по закону Тора она считается ритуально нечистой, ей запрещено заходить на территорию храма, приносить жертвы и есть мясо жертвенных животных. По окончанию этого периода она должна была принести специальную жертву, дорогие друзья, роженицы, годовалого ягненка во всесожжение и молодого голубя или горлицу в очистительную жертву. Если женщина родила девочку, то период нечистоты длится две недели, после чего она должна совершить омовение в микве, выждать 66 дней и принести жертвы роженицу. Иудаизм учит нас, что дети – это благословление Божье. Мало того, что дети благословления традиция учит нас, что каждый следующий ребенок несет в семье новый поток благословения. Каждый новорожденный не снижает уровень материальной стабильности, а наоборот увеличивает финансовый и духовный рост в доме. Он спускает с небес дополнительное благословление и изобилие для всей семьи и даже для всего народа. Тот, кто кормит и поддерживает весь мир, способен позаботиться обо всех детях и их родителях. Теперь, когда у меня есть собственные дети, я могу по-настоящему оценить преданность и самопожертвование моих родителей. Я искренне восхищаюсь всеми, кто добровольно посвящает свои лучшие годы созданию и воспитанию следующего поколения, дорогие друзья. Поколение активных и созидающих людей. Дорогие друзья, сегодня мы живем в мире интернета и технологических новшеств. В результате, даже когда мы наедине, мы не можем использовать эти драгоценные минуты для того, чтобы задуматься о своей жизни. Хорошо, что у нас хотя бы есть шаббат и праздники, когда этими приспособлениями нельзя пользоваться. И тогда появляется время для раздумий, а также и для супруг и других членов семьи, которые наконец-то могут получить от мужа, отца или от матери и жены то внимание, что им всегда необходимо. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лоха, много сил, будьте здоровы, мира нам всем, шалом ваш Равин Капла. Спасибо.